всем доброе утро знаете сегодня как холодно просто ужас 4 градуса наверно задувает я утром вышла такая светоненькая курточки такая все счастливая мне как кошмар я быстрее запрыгнула машину знаете что самое интересное машина работает вот я отвезла приехала калине в садик обычно по пути я уж печку выключаю потому что жарит вообще нереально а тут она еще даже не прогрелась понимаете машина ну видимо задувает холодный ветер где там радиатор или где и просто машина не успевает прогреться сразу остужается это вообще сейчас по вашим многочисленным просьбам ребята я поехала в джанход сейчас я заеду за кристиной чтоб не скучно одной не было и поедем с ней в джанход просто покажем вам как там обстановочка сейчас в зимнее время зимнее время представляете у меня уже через через две недели день рождения я уже буду молодой пенсионеркой ладно это совсем не страшно это самый классный возраст когда женщина только начинает расцелетать я на самом деле сейчас только это чувствую вот честно раньше почему-то ветер просто считает машину и другом такое едешь по m4 по объездной там просто машину меня удая держу роль у меня это порывы ветра вот в ущелье когда горы и где ущелье и вот в этих ущельях такие порывы ветра ужасные чуть сегодня нет все не всего лишь 6 метров в секунду так-то не сильный ветер просто он северный идет с гор поэтому кажется когда дует моряк он ну дует с моря соответственно и ветер то есть до этой части города ветер не доходит там черноморский вот тонкий мыс вот это все все что близко к морю короче все забывает ветром причем хотя он не южный но все же холодно все я поехала ребята оставайтесь со мной на связи и я думаю что мы не сильно замерзли в джет-хоте ролик будет не очень большой снимем джет-хот хотя нет может быть еще что-то снимем влог так должен быть влога у меня мышцы до сих пор так болят я просто как коллега хожу я не могу ничего сделать я не могу завязать шнурки я не могу просто сесть на диван налечь для меня вообще мука а вот эти лесенки которые у меня в подъезде их там штук десять и на каждой лесенке я издаю звук мне кажется на меня прохожие смотрят просто смеются но я иначе не могу потому что так больно ну ничего две тренировки прошло уже скоро будет третья я думаю на третьем тренировке я вообще так разыгрею что у меня ничего болеть не будет или я нахрен не встану больше мне кажется с каждым разом все больнее и больнее мне становится через два месяца что будет я буду одна ходячая боль всем привет я боль господи какой кошмар все ладно ребят я поехала оставайтесь со мной смотрите это видео до конца потому что будет очень много интересного здесь естественно как всегда глушь полная никого нету в чем-то не купаются штиль кстати полный штиль волн нету речушка уже стала меньше потому что дождей не было и красивое море что там происходит активно да смотри строят строят здесь что то все ну да морюшка морюшка чистейшее смотрите просто море чистейшее море смотрю ага можно я с перса нырну искупаясь где ну да прикинь так то опасно жить да нет там постоянные там даже табличка висела и ветром сдула что нельзя ходить рядом со скалой потому что камни обвалы бывают кристинка твой якорь здесь лежит конечно я каждый день его отпускаю ты просто с перса опускаешь его да и все чисто и поднимаю тренька а вот это что огород спахивать это что это или это они на сетку поймали как думаешь да русалка что там да господи море просто какое-то бирюзовое бирюзовое да это что такое все порвано опасно не ну очень красиво конечно мы поставили там уголек одна раза крем я надеюсь его никто не украдет нашу горелку а где опять дельфины дельфины избегают нас покажется специально одень шапку холодно все таки зима на улице еще так ему ветер дует ему не слышно себе сеник в воду наверно ой 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 красиво да ребята напишите в комментариях кто здесь был кто отдыхал понравилось вам или нет пошли по низу пойдем ну иди по верху я по низу пойду да ты что тут все нормально ножки то болят еще спускаться сейчас такое усло под воду да нормально все ого пещера видите вот в скале ну здесь да все соль все разъедает морской и здесь знаете что я заметила здесь гораздо меньше ветра чем в геленджике там прям очень сильно задувает здесь какие-то маленькие порывы приветики ты так то тоже по гнило это идешь оправе давай якорь кидай я его на шею прицеплю все здесь строят подготавливают к летнему сезону еще чуть-чуть уже и начнется сезон я думаю что в этом году а что-то что-то не так пошло явно не поднимаюсь я про серьезно не ничего тут вниз гнило господи подумаешь они наверное по этой лестнице и не ходят тут же рыбаки в основном сидят что-то я рыбаков вообще не вижу а кого кто а ну конечно я узнаю все она утонула она на дно пошла ветер что туда поднялся мы приехали не было тут порывы мне кажется такие хоть сегодня всего лишь 6 метров в секунду ветер но прям чувствуется смотри он идет к нашему углю сейчас у тебя нос сгорит бедный укусит упрет горелку вот или вот это надо на шею и все и море на газание чистое да они добрые господи я надеюсь здесь слушай знаешь мы идем раньше когда мы сюда приезжали магазины открыты были а сейчас закрыты единственный магазин был открыт который то есть сейчас один магазин в котором мы были да ты давай мне не на сына машину пёся иди пёся иди за мамкой или за бабкой думаешь у нас там работает что то ярмарка с 7 до 10 пойдем на ярмарку работать в общем мы сейчас прогулялись замерзли и пришли в машину знаете так подумали решили покурить кальян Кристина как ты мне вообще очень комфортно хорошо да мне утро мешает тебя его нету мы просто уже вообще как сказать как ты сказала сто раз когда мы снимали инстаграм охренели охренели мы просто ребята уже его просто в машину поставили что это было сейчас мы не сожгем машину нет так то что такое на улице холодно мы сидим в машинке с печкой и курим кальян спортсменки да супер просто молодцы какие ну время сейчас 3 нам на тренировку у мелких тренировка в 5.15 на крымской и мы успеем серьезно да мы спортсмены это наш полмит ну просто нам сказали надо перекусывать орешками вот мы и решили не теряться потрогали воду через пакет мне такое впечатление что они реально пришли купаться не они решили с пирсом нырнуть наверное а зачем им пакет они боятся в машине его оставить я тебе говорю там полотенце полотенце ты что хочешь сказать они реально решили купаться может какие нибудь моржи нет закаляться думаешь ну вроде не крещение такой минус то купаться да не будут они купаться на улице плюс 5 ну так то проститит можно получить да не пошли да просто смотреть нет это вообще просто чуши кордосов и семечки завтраки смотри вот здесь мы зря состали возле этой вывески домашней кухни домашняя кухня да и вот эти вот вкусные пельмени варенички и блюда на мангале да смотри смотри я был на море да 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 давай фоткай меня пожалуйста давай не не так ты чё давай улыбнись давай ты что да не никто не видел не переживай чё нормально сфоткал нет давай посмотрим ну-ка да нормально все пойдет давай держи пакет щас я буду фоткать Меня, меня, сфоткай. Сфоткаешь меня? Не, ну покажи, ты что? Давай пакет, сейчас я буду фоткать тебя. Давай, куда ты пошел? Все, нафоткаюсь. Ребят, мы хотели вам предложить, кстати, кто хочет купить и вложить деньги в бизнес, можно сказать. Можно купить квартиру очень дешево и потом очень хорошо ее сдавать. Там всего лишь 300 метров до моря. Это район Золотая бухта. 38 квадратных метров. Это мансарда стоимостью 1 708 000. Ну и, естественно, есть цены немного выше, с большей площадью. Поэтому, если вы хотите вложиться, тянуть времени в данный момент нет, потому что их раскупают как семечки. Не да, совсем старт продаж начался. Поэтому, если вы хотите, то номер телефона в описании. Мы обязательно вам покажем и поможем с выбором правильного варианта. Еще забыла сказать, что также в продаже есть двухкомнатные квартиры, также мансарды со статусом прописки. То есть это квартирник. 53 квадратных метра за 2 378. Это просто подарок судьбы, ребята. Я считаю, что лучше купить двухкомнатную мансарду, причем с прямыми окнами, чем покупать однушку в отдаленном просто районе. Решать вам. Успевайте. Пока есть возможность. Все, ребята, уже у нас вечер. Мы едем домой с Алиной. И, знаете, поднялся очень сильный такой ветер. Блин, 9 метров в секунду. Прям жестко. Вообще холодно. Прям очень холодный. Ветер поддувает машину. Представляете? Вообще кошмар какой-то. Что-то, блин, сейчас началось. Всем спокойной ночи, хорошего настроения и отличного дня. Ой, спокойной ночи и хорошего дня. Да. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки и до свидания.